здравствуйте дорогие телезрители и подписчики на канале youtube голова садовая вот сегодня тема вот знаете прям прям хочу ее вам сказать показать и развить это бордюрная лента знакомьтесь дорогие вот это 10 сантиметров это 15 это 20 а это 30 я говорю о ее высоте зачем она вообще нужна эта бордюрная лента у нас на даче вот такие упаковки которые вы здесь видите да это 10 сантиметров высотой и 30 метров длиной это 15 сантиметров высотой и 30 метров длиной очень много здесь я так думаю что это 20 сантиметров тоже на 30 метров но это конечно 30 сантиметров высотой а вот длина ее всего 10 метров так зачем нужна эта лента она нужна для того чтобы не мучиться не искать отходы по помойкам там уже ничего никто не выбрасывает и ничего приличного не лежит поэтому если вы собираетесь сделать клумбу квадратную четырехугольную круглую какую-то необычной формы вы можете купить такую ленту и без ущерба для собственного здоровья довести до дачи вот такую вот да вот такую штуку и вы можете сделать себе клумбу которая по длине то 30 метров можете сделать не одну клумбу так зачем она все-таки нужна можно же просто обкопать клумбу сделать ее там приподнять посадить цветочки так вот есть одна проблема если вы хотите сделать свою клумбу куртиночку до круглую что вот кстати круглые смотрится лучше всего это это не острые углы это все великолепно очень органично вписывается в природу так у нас же на газоне трава у нас там трава где мы хотим сделать клумбу такая природная вот чтобы отделить траву от клумбы надо поставить ей преграду какая может быть преграда конечно плотная до которая долго будет служить которая очень легко переносится с места на место имеет цвет совершенно гармоничный конечно это здорово ваша задача то нарисовать себе прям как циркуль палочкой сюда веревочку и палочкой но царапали идеально круглую набейте палочек через расстояние там сантиметров 40 любых и просто вот край который вы откопали отделите вот эту траву вот от этой земли уже все перетрясенные корневища все вынуты если вы сделаете значит через буквально месяц вся эта трава проползет своими корнями снова отвоевая у вас это пространство вам она надо нет не надо значит берем такой высоты бордюрную ленту которая бы находилась и в земле сантиметров на 15 на 10 хотя бы но и наружу она тоже должна как бы выходить потому что у нас клумба не будет вровень землей она будет приподнята и это будет очень красиво выглядеть и мы берем ленту ну вот это просто для того чтобы в копать ее в землю такой вариант тоже может быть и у нее краешек останется там сантиметра два главное чтоб трава не перелезла поэтому ее и надо приподнимать но если взять вариант 20 сантиметров или 30 сантиметров здесь вообще проблем нет никаких у этой половина отправляется вниз под землю половина остается наверху и никогда трава снизу не подползет ее место обитания ее корней максимум 15 сантиметров дальше уже никаких корней нет если только это не деревья но если вы хотите чтобы у вас и внизу и из боков как бы вашей клумбе отгороженный такой лентой вообще не было травы а еще и влага лишняя оттуда не поднималась есть гео ткань геотексиль так называемый но усилий выберите всю землю перетрясите ее выселите дно геотекстиля края загните так чтобы она у вас через бордюрную ленту заправьте ее либо заправьте так чтобы не было видно потом когда вы клумбу засыпите и это навсегда никаких сорняков я надеюсь что вы мне доверяете вот если вам позволяет кошелек предлагаю такой вариант это правда здорово потому что все это хламье которое мы тащим на дачу иногда очень печально выглядит счастья вам здоровья и красивых круглых овальных клумб с цветами а можете овощи посадить не возбраняется пока